15 часов и 8 минут в столице. У микрофона Оксана Пашина, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. В нашей студии Андрей Петров, директор и главный редактор издательства «Молодая гвардия». Здравствуйте. Павел Басинский. Не нуждается представление. И Полина Васильева, продюсер главной сцены фестиваля «Красная площадь», книжного фестиваля, о котором мы и будем говорить сегодня. Добрый день. Добрый день. Я, прежде всего, хочу поздравить Алексея Сальникова, который получил премию «Национальный бестселлер» за книгу Петрова в гриппе. И вокруг него Алексей был у нас в программе «Книжное казино», и мы рассказывали про эту книгу. Кто не читал, советую обязательно почитать. Книжный рейтинг – это тоже из нашей обязательной программы. Коротко скажу вам, что лидерами продаж в крупнейших книжных магазинах Москвы по итогам прошедшей недели остаётся Борис Акунин «Не прощаюсь с приключениями Раста Фондорина». На втором месте Гузель Яхина «Дети мои» и Дэн Браун «Происхождение» третье место. Ещё из обязательной программы я должна сказать, что у нас можно не только слушать, но и смотреть. Трансляция на YouTube-канале «Эхокультура». Вам понадобится телефон для смс-сообщений, потому что мы будем разыгрывать книги, задавать вам вопросы. Плюс 7, 985, 970, 45, 45. Вы также можете задавать вопросы нашим гостям, они будут вам отвечать. Ну и сразу начнём с фестиваля. Те, кто знают, что это за фестиваль, ходят, им нужно знать, что он начинается 31 мая, да? Да. А тем, кто не знает, давайте, это к Полине, наверное, вопрос. Коротко расскажем, что это. В этом году фестиваль «Красная площадь» проходит уже четвёртый раз. Даты фестиваля с 31 мая по 3 июня, четыре дня, с четверга по воскресенье. Обычно все мероприятия на площадках фестиваля проходят с утра, начиная с 11, и где-то до 10, иногда даже до 11 вечера в выходные дни. Площадок у фестиваля много, художественная литература, нон-фикшн, детская литература, историческая. Есть малая сцена, которая представляет обычно московскую культурную программу. Я отвечаю за главную сцену фестиваля, но можно сказать, что все дни, всегда с утра до вечера, с какой бы ты стороны ни вошёл на площадь, всегда для всех есть что делать. Очень волнует всех вопрос, это бесплатно? Это бесплатно. Это бесплатно, да. Да, но книги можно купить. Это свободный ход, больше того, да, есть специальная цена ярмарочная на книги, которая на несколько процентов, там на значительное количество процентов ниже, не буду сочинять, чем в магазинах. Поэтому, как на всех книжных ярмарках, имеет смысл приходить покупать книги. Павел Басинский у нас в студии не случайно с вами смогут встретиться, пообщаться при желании ваши читатели и почитатели. Ну, я вообще хочу сказать тоже о Красной площади, это, конечно, удивительно, это какая-то счастливая такая обретённая идея, потому что нигде, по-моему, в мире нет, чтобы книжные ярмарки проходили на самом вообще культовом месте столицы. Да, лучше же книжные ярмарки, правда. Да, в экспо-центрах, где один месяц автомобиля выставляют, другой месяц книжки. А здесь ведь это место, не только москвичи, но и все, кто приезжает в Москву, да, ну обязательно. Сразу идут куда, на Красную площадь? На Красную площадь, а там книжки. Вообще, купить книжку на Красной площади, да ещё и увидеть автора, подписать, вообще чудо какое-то. Так что мне очень нравится вообще эта идея. Ну, послушают нас американцы, я думаю, на лужайте перед Белым домом тоже что-нибудь организуйте. Это будет плагиат. Да, я согласен, согласен. Да, и я хочу сказать, что Андрей Петров, директор и главный редактор издательства «Молодая гвардия» тоже у нас тут не случайно, потому что «Молодой гвардии» юбилей. Я завидую Павлу Басинскому, поэтому он сказал, меня там тоже читатели могут встретить. Так, давайте про книги. Раз уж Павел Басинский у нас в студии, давайте про Толстого. Давайте. Она у нас здесь стоит, её могут видеть те, кто нас смотрит по видеотрансляции. Это биография Толстого. Да, она вышла в двух форматах. Сейчас «Молодая гвардия», мне кажется, правильно делает. Она сначала выпускает в свободной такой обложке, иллюстрированной. И сразу же после этого она вышла в серию «Жизел», замечательных людей. Она называется «Лев Толстой, свободный человек». И это была моя попытка. Мне хотелось написать короткую и полную биографию Толстого. Что, казалось бы, невозможно, потому что Толстой прожил, конечно, огромную жизнь, был окружён огромным количеством людей, наконец, просто очень много написал. И поэтому, чтобы написать эту книгу, я выбирал какие-то узловые моменты его биографии. Ну, вот как, знаете, как у Солженицына узлы, да? Вот он не мог описать, вот как описать эпоху, там, революцию. Вот узлы. Вот я тоже выбирал узлы. Это, конечно, детство. Это Казанский его период, когда, собственно, он начинает вести дневник. Это, конечно, Кавказ, Севастополь. Это духовный женитьба, духовный переворот, уход. И вот по таким главам, в общем, эта книга расписана. Там почти ничего нет о творчестве Толстого, в чём меня часто упрекают. Ну, почему? Там «Война и мир». Мы можем узнать, кто все эти герои «Война и мир» в биографии Толстого. Прототипа, наверное, да. Но, тем не менее, я не разбираю там текстов. Просто мне кажется, что это задача литературы ведов, филологов, конференций научных. А вот понять Толстого, самого Толстого как произведение, вот это мне интересно. Я считаю, что Толстой сам по себе произведение такое. Произведение человеческого духа вообще, исторического момента. Я не знаю. Человек, который сделал сам себя. Ведь у него не было, в общем, никакого систематического образования у Толстого. Как и у Горького, например. Вот. И вот я попытался это сделать. А почему Лев Толстой свободный человек? Толстой отнюдь не был свободен всю жизнь. Он всё-таки. У него была большая семья. Он зависел от толстовцев, которые за ним следовали, от многих вещей. Но я считаю, что Толстой прожил две жизни. Он одну, вот ту, которую мы, так сказать, ту, которую видели, а вторую, которую он прожил внутри себя и отразил в своём дневнике. И вот там он был абсолютно свободен в своих высказываниях о мире, в своём взгляде на мир. Удивительно радикальном, непохожем ни на какой другой. Слушатели спрашивают, конечно же, о Черткове. По вашему мнению, это скорее чёрный человек в его биографии? Это загадка, которую будут разгадывать постоянно. У меня более простое отношение к этому. Мне кажется, Черткова несколько демонизируют. Считаю, что это чуть ли не какой-то дьявол при Толстом. Ещё фамилия его играет. Хотя это обычная, на самом деле, дворянская фамилия. И, кстати, довольно родовитая по казачьей линии, по линии его отца. И Чертков просто был человеком, который отдал свою жизнь Толстому. У него могла быть блестящая карьера при дворе, в армии. Его отец был очень крупный военачальник. Его мать была очень особо приближённой при дворе. У него были связи с аристократическими кругами Англии. Он был богат достаточно. И лишился, кстати говоря, своего богатства, когда пришёл к Толстому. Потому что отец просто отказал ему наследство. Но здесь наступает другое. Когда появляется первый ученик, это вот синдром первого ученика. Он требует, начинает невольно требовать от учителя главного места при нём. И отсюда возник, конечно, конфликт Софьи Андреевны. Потому что она считала себя главной при Льве Николаевиче, имела на это законное право. Поэтому Чертков, конечно, очень много помогал Толстому. Я вообще однажды вдруг понял, что Толстой, может быть, даже Чертков в какой-то степени обязан своей мировой славой. Вот это не все понимают. Потому что «Война и мир» Анна Каренина, да, не переводили за границей. Но Толстой стал знаменит на весь мир благодаря своим религиозным сочинениям. Именно они тогда вызывали наибольший интерес. Они не печатались в России до 1905 года. А Чертков, которых там издавал, переводил, нанимал переводчиков, печатал огромными тиражами. Они потом возвращались в Россию. Он в некотором роде дал толчок такой вспышке мирового интереса. Но он, как принято сейчас говорить, эффективный менеджер при всей своей экзальтированной влюбленности в Толстого. Он был очень эффективный менеджер. И он, между прочим, заложил основу архивного дела. Архив, который он создал под Лондоном, выдерживал удар термоядерной бомбы. Климат поддерживался. Но при этом он был человеком сложным, во многом неприятным, болезненным. И не случайно он растерял всех своих друзей к концу жизни. Он умирал практически в одиночестве в 1936 году. Сергей Спензо нам пишет, что обратил внимание на такую закономерность. Те, кто прочитал «Войну и мир» от начала до конца, в жизни нашли свое место и стали успешными людьми. Я не знаю, сработает ли это примета или нет. Но для тех, кто читал Толстого и знает какие-то факты зевобиографии, для вас вопрос. Портрет какого писателя Толстой в юности носил на груди вместо нательного креста? Плюс семь, девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Портрет какого писателя Толстой в юности носил на груди вместо нательного креста? И сразу отвечу на нашу слушательницу из Москвы, которая в самом начале спрашивает, о какой книге вы говорили. Я говорила о книге Алексея Сальникова Петрова «В гриппе и вокруг него», которая получила премию «Национальный бестселлер». Раз уж мы сказали о том, что биография Толстого вышла и все же замечательные люди, у меня к Андрею Петрову вопрос. Давайте поподробнее расскажем, что еще в этой серии. То, что у нас в студии. То, что у нас в студии, да. Очень много книг. Из новинок вышла биография Вантин Савича Пикуля, автор его вдова Анастасия Пикуля. Будет презентация буквально в ближайшие дни в Риде, причем такая солидная, серьезная презентация. Следующая книга, которая очень мне понравилась, очень я люблю, и сейчас сделаю все, чтобы с автором продолжить творческие отношения. Это книга Воронина о Эдуарде Багрицком, чудесной совершенно биографии. И такой вот Багрицкий разносторонний, настоящий, вот от птицелова до контрабандистов. И блестящая, совершенно блестяще написанная книга. У нас биографии Багрицкого никогда в серии Жозел не было, а здесь вот нас Бог одарил. Вот, ну, книгу Сергея Шергунова о Катаве уже, по-моему, все знают, «Погоня за вечной весной». Павел рассказал как раз о том, что молодая гвардия несколько лет как, теперь это уже даже не эксперимент, а такие как бы будни, мы выпускаем все лучшие книги о Жозелстве в двух форматах. Это и формат Жозел, потому что есть люди совершенно одержимые, влюбленные именно в серию «Жизнь замечательных людей». И для них вот этот серый корешок с белым фателом, это что-то такое как бы изнак качества. Да, я буквально сегодня держала в руках книгу Гарибальди, когда еще совершенно по-другому выглядела «Жизнь замечательных людей». Ну, конечно, дело в том, что... И думаю, боже мой, а так вот... А я все это привыкли уже вот к этому. Это оформление, вот то, которое мы сейчас нашим зрителям показываем, а то, о чем ведем речь, это оформление 1963-1964 год, оформление художника Арнта. А до этого тоже был фател, но он был, значит, золотой, и был, значит, в 50-е годы другой формат. Книги были потолще, но, так сказать, поменьше формата. Вот, так что Катаев, Катаеву можно сейчас вот на Красной площади будет приобрести в самых разных вариантах. И как Жизаэловскую книгу, и, соответственно, такую большую, интересную, значит, книгу, чисто художественную, такую, на погоне за вечной весной. Вот, но это Жизаэл, а еще у нас в студии, значит, книги и серии «Повседневная жизнь». А, я забыл еще книгу. Да, царя, царя забыли. Алексей Тишайшин, такого царя нельзя забывать. Это царь, который такой очень интересный персонаж и ключевой персонаж для русской истории. У нас была книга об Алексея Михайловиче, очень интересного автора, историка Игоря Андреева, знаменитого Игоря Андреева, который сейчас патриарха Никона для нас дописывает. А это книга Вячеслава Козлякова, который вообще занимается больше смутой. У него блестящие биографии Марина Мнишек, Лжедмитрия, все они выходили в серии Жизаэл. Значит, и вот книга царя Алексея Тишайшей. Мы назвали именно Алексея Тишайшей, чтобы развести с той другой биографии, посвященной тому же персонажу. И обе биографии, нельзя сказать, какая из них лучше. Они очень разные, и при этом необыкновенно интересные. — Про Ивана Грозного не будет ничего. На фоне последнего события в Третьяковке. — Своей книгой была книга Бориса Флори, известный, знаменитый историк, считается одним из лучших специалистов по Ивану Грозному. Все академично настроенные, я бы сказал, историки были счастливы после выхода этой книги, ее переиздания. Но что касается простого Люда, я так в шутку, конечно, как бы называю, широкой аудитории, а та книга казалась немножко, ну что ли, как бы, так сказать, академичной, немножко скучноватой. А сейчас вышла книга Дмитрия Володихина, Ивана Грозного, который так, в общем, с претензией, в общем, так же, как Карамзин своей, так сказать, книгой перевернуть, так сказать, умы. Так что нет, Иван Грозный не обделен в серии «Жизнь замечательных людей». У нас много персонажей вообще, которые выходили в нескольких вариантах. Есть свои рекордсмены, такие, как Лермонтов, Достоевский, там, по некоторым персоналям, к десятку издательств подбирают. Еще «Северянин» у нас. «Северянин», так сказать, кстати, в юбилейный год две книги вышло. Это книга Владимира Бондаренко в малой серии, то, что вы держите в руках, Оксана. А еще вышла книга в большой серии, такая полноформатная, тоже, как бы, интересная. Да у нас много, у нас, на самом деле, в серии «Жизел» очень много книг выходит. И мне кажется, что вот в настоящее время это такой, как бы, ренессанс, возрождение. Но это всегда любое возрождение, оно порождает, как бы, интересные вещи, такие, так сказать, неожиданные парадоксы. Потому что сейчас развернулась дискуссия благодаря одному из наших, тоже известных авторов, Дмитрию Быкову. Значит, когда он выступил с такой неожиданной статьей в «Искусстве тяну», что, значит, «Жизел» — жалкая замена литературы. Как бы, некоторые решили, что кто-то, значит, ну, либо произошел какой-то разрыв, и молодая гвардия, значит, с Быковым, там, вызвали друг друга на дуэль, рассорились, так сказать, кто-то убил там друг друга. На самом деле, как бы, ну, надо понимать, что имеется в виду. Я очень хорошо понимаю Дмитрия, хотя, так сказать, обидное, вроде бы, так сказать, название, жалкая замена литературы. Быков сетует, очевидно, на тот предмет, что, например, последняя большая книга, наш самый мощный литературный конкурс, два первых места занимают в книге биографии. В общем, это же замена, как бы, литература, это готовый сюжет. Что такое биография? Ее можно по-разному написать, там, о Пуштине, там, Грисавев писал, Танянов, там, Скатов, Новиков. Но, как бы, жизнь Пуштина, это жизнь Пуштина. Пуштин, как бы, родился в определенном году, у него были такие родители, он женился, имел таких-то, там, любовниц и так далее. То же самое Гумилев Лермонтов. И, конечно, я так понимаю эту статью, что, как бы, уходит литература самостоятельная. Как бы, некоторым авторам вроде как лень придумать, там, сюжетную конкурс. Ну, да, из готового материала можно... Сочинять Анну Кареню, ну, а что, как бы, взять, в общем... Ну, это так и не так, как бы. Я не буду говорить о том, что... И мне никогда язык не повернется, что Дмитрий, значит, Львович сделал это в бессильной злобе, потому что он блестящий, он, как бы, первый победитель большой книги с Пастернаком, с удивительной, замечательной книгой, да и о Куржаве и Маяковске, и, так сказать, последующие были интересные. Но, вот видите, это такая, как бы, дискуссия, значит, о том, вообще, вот, сочетанием могут ли быть биографии, причисляться, так сказать, к такой художественной литературе, участвовать на равных в конкурсах. Вот, мне, наоборот, это даже, как бы, нравится. Хотя это на грани фола, это... Тут, вообще-то, хорошо бы, знаете, вдвоем сидеть, когда, как бы, и бы, как говорит за себя, там, и Петров, и молодая гвардия. А потому что, когда отдельно можно, так это, подтасовывать, так сказать, ситуацию, делать ее обидной для той или другой стороны, но, вообще, это интересно. Мне кажется, Жизель, лишнее подтверждение, что это, на самом деле, феноменальная серия, которой подобной нет ни в Европе, ни в мире, и, вот, эти дискуссии, в общем, порождают. А вот мы спросим Павла Басинского, как вы считаете, биография замена полноценной художественной литературы? Или это все-таки какая-то научная больше работа? Мне кажется, здесь вообще поставлен вопрос изначально неверно. То есть, предполагается, что есть некая высокая литература, есть некий вторичный жанр, там, нон-фикшн или биография. А, собственно говоря, почему и кто это сказал? Решает читатель, что он хочет читать. В конце концов, самые большие тиражи все равно будут у фэнтези, у детективов, у дамских романов. Вот. А что касается серьезной художественной литературы, да, она сегодня пребывает в кризисе, из которого непонятно, как будет выбираться. Этот кризис происходит потому, что современный читатель, это не тот читатель 19-го или даже 20-го века, который будет доверчиво отождествлять себя с персонажем, как отождествляли себя там с Наташей Ростовой, там, Евгением Онегином. Они же воспринимали их как живых людей. Вот. Современный читатель достаточно недоверчив, и он сопротивляется тому, что вот авторы серьезной художественной литературы на самом деле начинают грузить его своими внутренними проблемами, которые, может быть, на самом деле так дорого не стоят. Я говорю сейчас жестокие вещи, но, на мой взгляд, это так. Поэтому те, кто пишут романы, им нужно задуматься над тем, как им написать такой роман, который бы перевернул сознание читателя, был бы им так же интересен, как биография Наполеона, я не знаю, или там Льва Толстого. Это первое. А второе, у нон-фикшн есть те же... Они другие немножко, но тоже свои средства художественной выразительности, занимательности, она может заставить плакать, рыдать, менять сознание человека, учить его жить там и все что угодно, что, казалось бы, было прерогативой, так называемой, так сказать, высокой литературы. Меняется время, вообще очень многое меняется. У нас литература теперь гибридная, не только... И, наконец, есть ведь гибридные жанры. Ну, что такое, допустим, вот роман «Благоволительница» Джонатана Литтла, который получил Ганкуровскую премию. Это и документы, и вымысел, и некое, так сказать, выворачивание автора себя наизнанку, и прекрасное знание исторического контекста, и много чего. Вот, поэтому писателям надо быть не такими ленивыми и нелюбопытными. Вот и все. — Не так много времени, у нас остается буквально пара минут до перерыва, поэтому я скажу, что правильно ответили на вопрос Владимир 926-938, Сергей 499-367 и Павел 790-315. Мы спрашивали портрет, какого писателя Толстой в юности носил на груди вместо нательного креста. Правильный ответ. Это был портрет Жан-Жака Руссо. Можете коротко прояснить. Тут были прекрасные варианты. Тургенева, мы оценили иронию Антона, Пушкина, Виктора Гюго, например. Но нет, Жан-Жак Руссо. — Ну да, в некотором роде это не совсем подтвержденный факт, хотя Толстой сам это говорил французскому критику, литературе веду Буе, что он в 14 лет, когда он жил в Казани, вместо нательного крестика носил медальончик с портретом Руссо. Он действительно очень увлекался Руссо вообще всю жизнь. Руссо был его любимым чтением. Так что это возможно, но не факт. Но других каких-то свидетельств, что он носил что-то другое, не факт. — Лучше бы он носил Пушкина. — Ну да. Хорошо. Сразу задаю вопрос. У вас будет время, пока идут новости, подумать и ответить. Кто из коллег-писателей вызвал Толстого на дуэль, а помирился с ним только через 17 лет? Плюс 7. 985, 970, 45, 45. Кто же из коллег вызвал Толстого на дуэль, а помирился с ним только через 17 лет? Правильные ответы победителей мы назовём после кратких новостей. Никуда не уходите, мы совсем скоро вернёмся. 15.30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров. На Эйхе новости. В Сирии 23 мая, по разным данным, погибли от 6 до 9 россиян. Четверо из них — военнослужащие, а остальные, по всей видимости, наёмники. Об этом сообщают новая газета со ссылкой на источники и агентство «Франс Пресс», которое опирается на данные сирийских правозащитников. В Министерстве обороны сегодня подтвердили гибель четырёх российских военных в провинции Дер-Изор, которые были убиты в результате атаки боевиков. Когда это произошло, ведомстве не уточнили. В России вступил в село запрет на денежные переводы на счета нелегальных букмекеров. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин ещё осенью. Чёрный список букмекеров составляет Федеральная налоговая служба. В Берлине проходят акции сторонников партии «Альтернатива для Германии» и их противников. С обеих сторон тысячи человек. Передают местные СМИ крайне правую партию «Альтернатива для Германии», которая сейчас является третьей политической силой в стране. Её противники обвиняют в расизме. К другим новостям. Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 7 июня. Вопросы уже можно присылать, в том числе через соцсети. Специальные приложения сообщили этим утром в Кремле. Это будет 16-й прямой эфир, во время которого Путин ответит на вопросы граждан. И впервые за 10 лет не будет людей, которые будут задавать вопросы из студии. Россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг открытого чемпионата Франции по теннису. В Париже она обыграла китаянку Джен Сайсай со счётом 6-4-6-1. Напомню, 29-летняя Макарова не проходила на Ролан-Гарос дальше четвёртого круга. О валюте курса Центробанка на сегодня и завтра. Доллар стоит 61 рубль 67 копеек, евро 72 рубля 12 копеек. О погоде в Москве сейчас 24 градуса. В течение этого дня переменная облачность без осадков. В ближайшие дни погода серьёзно не изменится. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. Реклама Газелькин ввёл новую услугу. Заказ машин для корпоративных клиентов по годному услову. И больше нужно заполнять и по документам. Просто позвоните. Грузовая машина выйдет незаберительно. А оплатите потом. Звоните по телефону. Так, это все знают. Реклама на радио Эхо Москвы. Телефон 495-10-10-210. Все знают. 51.30, Оксана. 51.30, да? Я тогда ближе к рубрике «Майя» скажу ещё раз про премию. Почему вы ничего не говорите про премию «Майя»? Мы говорили тут прямо на следующий день после того, как она получила. И поздравляли, и говорили. Это про книжного червя? Да, да, да. Тут все всё знают. Да. Тут нам пишут сейчас. Где это? Так, а вот Андрей Петров, между прочим, вручал приз Давиду Плаксину. Все в курсе, да, все пишут. Сейчас потом... Откуда вы знаете, честное слово? Кто-то там был, видимо. Из Санкт-Петербурга пишут, ну, конечно. Понятное дело. Так. Да. Продолжение следует... Генеральный директор компании Unwired Devices Олег Артамонов. Генеральный продюсер компании Wargaming Вячеслав Макаров. Директор по развитию международной компании «Цифра» Андрей Лавыгин. И заместитель руководителя Роскачества Илья Лаевский. Ведущий Сергей Оселедько. Воскресенье после 21 часа. И точка. Книжное казино. Радио «Цифра Москвы». Вход свободный. Вход свободный, так же, как и на фестиваль «Красная площадь», который начнёт с 31 мая. Я напомню, мы говорим сегодня об этом фестивале, и не только, и в нашей студии. Полина Васильева, продюсер, главная сцена фестиваля, писатель Павел Басинский, Андрей Петров, директор и главный редактор издательства «Молодая гвардия». И сразу несколько таких организационных вопросов по фестивалю. Наверное, сначала к Павлу, потому что спрашивали, к Полине. Павел и Андрей Петров, когда, где, в какой день, конкретно, в какое время, куда идти? Я знаю точно, когда будут выступать наши гости на главной сцене. 2 июня, в субботу, будет встреча с Львом Данилкиным, который выпустил уже вторую книгу, как я понимаю, в этом году в Жизел. Она у нас есть, и мы про неё уже рассказывали, но мы напомним сегодня ещё раз. То есть, вот встреча, посвящённая этим книгам, будет 2 июня, и заодно мы вспомним о том, что в этом году один из тех самых юбилеев, которые Жизел отмечает каждый год, а именно 80 лет, с тех пор, как серия начала выходить издательство «Молодой гвардии». Мы шутили перед эфиром, чтобы читать, у «Молодой гвардии» очень много юбилеев в связи именно с серией Жизел. Во-первых, сам «Молодой гвардии», старейшая издательство 22-го года. Но у серии Жизел дата основания Флорентия Павленко в 1890 году. В 1933 году Горьки продолжил эту серию. А ещё есть «Молодогвардейская дата», значит, это конец 30-х годов, когда серия под крыло «Молодой гвардии» полностью перешла. Потому что был короткий промежуток, когда её Жургас издавал. Можно я тогда назову ещё встречи именно наших авторов очень коротко? Значит, читатели могут встретиться с Александром Вастином. «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущёве и Брежневе». Эта книга сейчас уже совсем недавно вышла, но уже переиздана, потому что пользуется очень большим успехом. Тут всё как бы и старые цены, и анекдоты советских времён, и зелёная и длинная пахнет колбасой, так сказать, электричка. И про то, чтобы продукты были в холодильнике, так сказать, надо в радиорозетку его подключать. Ну, как бы всё на свете. И мы про эту серию тоже подробно говорили в книжном казино. Там, по-моему, что-то было с сталинской эпохой. Да, с сиропом по три копейки, и пирожки, и чудо. Я знаю, что люди, в общем, особенно вот, там, от 30-40 лет, которые там через родителей, сами, так сказать, немножко помнят, восхищаются этой книгой, можно будет получить автограф. Да и родителям, думаю, интересно. Конечно. Значит, обаятельный, необыкновенный, умный, красавец-мужчина, так сказать, молодой Александр Куланов с новой биографией Зорди неудобная. Она у нас тоже, значит, в студии, это первая биография Зорди, написанная на японских источниках. Сейчас мы ещё будем публиковать мемуары японской любови, так сказать, Зорди. Вот, ну, я думаю, что обязательно читатели должны прийти и посмотреть, как бы и приобрести книгу, и посмотреть на автора. 1 июня будет выступание Анны Сергеевой-Кляйцы. Она была неоднократно здесь, на Эхо Москвы. Доктор филологических наук, профессор МГУ, но при этом тоже обаятельный, привлекательный автор, который пишет так, вот, ну, не как доктора и не как профессора, так сказать, пишет настолько близко к такому, в общем, документально-художественному, это жанр и книга «Повседневная жизнь Пуштиногория», «Сельцо Михайловское, его обитатели». Вот, ну, как будто, на самом деле, погружаешься и там вместе с Пуштиным, и с Дейченко, и с Щеголевым, и с Вересаевым, и участвуешь в этих спорах, и сопереживаешь Ольде Калашниковой, которая, значит, забеременела от Пуштина, там, и переехала в Болдино, и много-много чего, как бы там, на самом деле, и еда, и собаки, и путешествия, и барышни. Вот, это будет с утра 1 июня, в 11 часов. В 16.15 Вячеслав Козляков, царь Алексей Тишайший, я уже об Алексее Козлякове рассказывал, тут все, как бы, и Марина Мнишек, и Л.Ж. Дмитрий, и вот все эти книги будут, их библиоглобус доставит. Ну, и, наконец, на самом деле, главная сцена 2 июня, это такой достойный финал, это Лев Данилкин будет презентовать свою книгу о Ленине, «Пандократы солнечных пылинок», и Ленин, письмо, тотемами, это так называемый, мы ее назвали, телеграфной версией, значит, его большой книги, которая называется «Пандократы солнечных пылинок». Вот, за «Молодую гвардию» как бы я отчитался, теперь, наверное, доставила Павлу. Да, вот про Павла Бласинского все хотят узнать, когда. Павла, мы ждем в воскресенье. Павла уже будет коротко услышать на главной сцене 3 июня воскресенья в 5 часов вечера. Это программа, посвященная 150-летию Максима Горького. Называться она будет «Знакомый, не знакомец». И в ней принес участие Павел Бласинский, режиссер «Вечера» Марины Брусникина. И в ней прозвучат как и слова о Горьком, и рассказы о Горьком, и драматические эпизоды. Да, и в этот же день я буду представлять книгу «Горькие страсти по максимуму», которая вышла как раз к юбилею. Я очень как-то доволен этой книгой, она хорошо иллюстрирована. Мы делали ее с Андреем Бондаренко, очень хорошим художником. Там к этой книге приложены материалы еще очень интересные. Это воспоминания Ходосевича о Горьком. На мой взгляд, лучшая статья о Горьком. «Две души» Максима Горького-Чуковского. «Шкловский. Удачи и поражения» Максима Горького. «Очерк замятина». И такой редкий текст. Это некролог, который написал Лев Троцкий на смерть Горького, уже сам оказавшись в эмиграции. Так что это будет для меня такой день Горького. Ну, а мы возвращаемся к Толстому. Мы спрашивали, кто же из писателей вызвал Толстого на дуэли, помирился с ним только через 17 лет. Это Тургенев. И правильно ответили Марина 926-428, Коля 910-445 и Павел 977-877. Ну, скажите вкратце, зачем же они так поссорились и от чего только через 17 лет помирились? Да на пустом месте, как и ссорятся писатели. Как обычные бывают. Как обычные бывают, да. У них Тургенев был постарше Толстого, и уже он был писателем номер один, когда Толстой вернулся из Севастополя. Молодой начинающий автор. Да, но он уже был тоже, да, детство, севастопольские рассказы, они прогремели, но Тургенев был, называется, мэтр. И он патронировал Толстому, надо сказать, как отец, прямо там, как дядюшка такой. Но Толстому нельзя патронировать, он не тот характер был. И в результате у них начались какие-то конфликты. Толстой стал задевать Тургенева постоянно. А кончилось тем, что они съехались в имение Фета. Вот. И Тургенев стал рассказывать о своей внебрачной дочери, которая родилась с Паском, которую он отправил на воспитание к Полине Виарду, и назвал ее Полина. Что вот она чинит платье бедняков, забирает с улицы. И Толстой сказал, что это фарисейство, что это безобидно. И он, конечно, нанес удар в сердце просто Тургеневу, потому что была болезненная такая тема. И Тургенев... Ну, вообще говоря, он сказал очень просто. Я набью вам морду сейчас. Сказал Иван Сергеевич Тургенев. То есть вызов на дуэль прозвучал вот так. А самое страшное, что это произошло. Да, что это просто как в Цеделе. А самое главное, что это произошло при супруге Фета. Сейчас повсеместно, да? Да, при супруге Фета, при хозяйке дома, это дуэль была. И Тургенев был вынужден вызвать ее на дуэль. А дальше, в общем, у них случились какие-то... Одно письмо не пришло туда, другое Толстой там не почитал. Тургенев уехал в Париж. Уже оттуда снова прислал вызов Тургеневу. И они рассорились надолго. И только в конце 70-х годов Тургенев заехал Толстому в Ясную Поляну. Они помирились, охотились вместе. Но большой дружбы уже не было между... Они очень разные все-таки были. Ну, ужасно. Добро бы из-за любви к женщине все-таки. Добро бы из-за Полины как-то и любви даже никакой нет. Ужасно. Ужасный век, ужасные сердца. Я просто почему-то попросила рассказать подробнее, потому что была такая версия, что Фета он вызвал, но на самом деле в поместье Фета происходило дело. Фета невозможно было, по-моему, в то время уже. Просто кто-то, видимо, слышали... Полищиком, очень рассудительным человеком. Хотя что у него внутри, какие демоны таились, это никто не знает. Как я мечтаю о биографии Фета. Сейчас у нас договор есть. Там потрясающе интересная биография, конечно. Вообще Фет настолько неординарная фигура. А Турденев у нас появится в этом году шикарная биография Игоря Веравова, которая вот-вот дает руку. Все очень ждем, и я знаю, читателей ждут. Еще один вопрос в нашем книжном казино. Какой свой роман Толстой называл коневской повестью? Ну, тут в общем, в вопросе уже есть подсказка. Присылайте ваше СМС-сообщение. Плюс семь, девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Мы не поговорили еще о некоторых книгах, которые у нас здесь на столе. У нас Чемпионат мира по футболу уже буквально на носу. И две такие книги, которые оценят те, кто любит и интересует футбол. Тоже переиздание Жизаэловских книг. Одна книга — это книга Галедина Ольвии Яшини. Она выходила в серии Жизаэл очень успешно. Сейчас мы отдельно ее выпустили. Тут немножко наоборот обычно мы сначала выпускаем вне серийное издание, а потом в серии Жизаэл здесь наоборот. И книга в серии Жизаэл выходила «Легенды советского футбола». Вот сейчас эта книга тоже вышла отдельным изданием. Помимо этих книг мы просто все не могли доставить в студию. Это книга об Эдуарде Стрельцове. У нас даже две биографии этого замечательного мастера. Не потому, что главный редактор издательства «Молодая гвардия» болеет за торпеды, а просто Стрельцов еще и биография, так сказать, удивительная. Человек, который и в тюрьме побывал, и после тюрьмы продолжил совершенно потрясающую карьеру. Футбольную и, в общем, незаслуженно, так сказать, видимо, все-таки был он осужден. А также книги о братьях Старостиных, о Константине Беске. Вообще в серии «Жизелл» еще, так сказать, масса таких подсерий тематических. Кто-то увлекается, как бы берет героев спорта, кто-то обожает писателей, потому что, в общем, коллекционеров, которые просто собирали бы все, у нас сейчас около ста книг выходит серия «Жизелл» ежегодно. Но это еще и очень, я бы сказал, как бы накладно. И мне трудно представить, какие хоромы надо иметь, какие библиотети. Не каждый может себе позволить. Ну и по деньгам, в общем, это непросто. Поэтому, наверное, все-таки больше уже тематически, так сказать, собирают. — Еще одна биография здесь у нас в студии — это «Довлатов». Насколько я понимаю, автор Валерий Попов — это не просто автор, он был знаком с «Довлатовом». — Конечно, они хорошо были знакомы. И вот эта книга в «Жизелл» была скандальной. Нам наследники из Америки прислали угрожающие письма, запрещающие первоначально вообще издавать эту книгу, потому что им Валерий Попов не нравится «Вдове». А потом, значит, ну, угрозы перешли в реальные, что нельзя ни одной фотографии поместить. И у нас единственный случай в серии «Жизелл», когда книга вышла, значит, на переплете. Было там, где портрет, обычно, как бы здесь должен был быть портрет «Довлатова». Вот. Ну, а теперь эта книга вышла отдельно. С Валерием Поповым у нас тоже вот такие богатые творческие планы. Он сейчас очень интересную книгу пишет в серии «Жизелл». И не буду раскрывать секреты. Как бы очень неожиданный такой мощный политический, так сказать, персонаж. Вот. Мне кажется, это очень интересно. Питерский автор. С удовольствием с ним работаем. Его же была биография Зощенко, издана в серии «Жизелл» замечательных людей. Вот, в общем, как бы так. Это немножко я еще о планах, о том, что мы ожидаем. Кстати, вот я о Турденеве сказал. Из таких бестселлеров, наверное, ожидаемых, это книга о Турденеве. Это книга об Иване Баркове. Вот это будет для всех, я думаю, просто как бы Барков в серии «Жизелл», да еще в исполнении потрясающего пушкиноведа, которого как бы все знают там и далеко за пределами Москвы. Ну, будет биография Берии, значит, тоже неожиданно, наверное, для многих. Где, правда, он больше будет представлен как курирующий атомную промышленность, нежели как политический деятель. Вот, в общем, ну и еще много-много всего интересного, большого и малого. Следите за новинками «Молодой гвардии» серии «Жизелл». Я думаю, что вы не пожалеете. У нас очень много правильных ответов. Я думаю, что сейчас уже принесут нам наши референты имена победителей. Последний вопрос, чтобы успеть задать. Так, какой знаменитый роман Толстой проиллюстрировал для своих детей? Плюс семь, девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Ну, я уже скажу правильный ответ на предыдущий вопрос, да, какой роман Толстой называл коневской повестью «Воскресенье». Сюжет подсказал «Юрист», «Коня». Кстати, про иллюстрации я видела в Неве вот это первое издание. Там происходные иллюстрации, я не помню, к сожалению, чьи. Ну, про иллюстрации это уже на следующий вопрос. То есть, ну, тут пояснение, наверное, ненужный Павел, да? Это было уголовное дело, о котором рассказал Коней. Да, 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 это было известно уголовное дело, которое... То есть и Толстой не брезговал не придумывать сюжеты, а вот пользоваться. Пусть не автобиографией, а материалами уголовного дела. Я все время, вот я веду семинар в Литературном институте, ну, мастер-класс по прозе, все время говорю, вы почему пропускаете вот какие-то сюжеты, которые вот по радио, по телевидению, в интернете проходят, совершенно потрясающие, которые... Ну, поезжайте туда, узнайте, что там произошло, поговорите с людьми, и у вас будет тема прекрасного романа. Так Достоевский писал «Бес», и так Толстой написал «Воскресенье». Между прочим, Анна Каренина тоже источником послужила реальное самоубийство Анны Степановны Пироговой. Это была любовница его соседа по имению Бибикова, которая бросилась под поезд, об этом писали все газеты. И вот то, что сейчас, так сказать, завораживает весь этот мировой кинематограф, женщина, которая бросается под поезд, да, это идеальное женское самоубийство почему-то. не мадам Бавари, которая отравилась, а вот именно поезд. Это была реальная история, которую Толстой знал, прочитал в газетах. А что, современные студенты не хотят пользоваться тем материалом, который им предоставляет жизнь? Интереснее какие-то свои внутренние переживания? Да, вот как-то больше они не хотят уходить из своего детства, из воспоминаний о своих дедушках, бабушках и так далее. Это тоже все мило и замечательно. В конце концов, Толстой тоже начинал, дебютировал с повестью детства. Но, мне кажется, современный писатель должен как-то более ловить какие-то токи жизни, вообще информацию и уметь ее перерабатывать в художественный текст. Они как-то боятся этого. Может быть, они боятся каких-то, извините, уже репрессий? Как-нибудь не так переработал? Вот не по той линии, которая сейчас считается правильным. Все, ты уже кто там? Иностранный агент? Нет, ну я даже не такие... Ну, был сюжет там, когда двое подростков, мальчик и девочка, я не помню, в каком городе там застрелили друг друга. Ну, это же Ромео и Джульетта. Ну, узнаешь, что там произошло. Может быть, это тема невероятно интересного художественного произведения. Правильно, на вопрос о романе «Воскресенье» нам ответили «Расим» 926-911, Алеша 926-398 и Дмитрий 916-392. И я скажу... А, все, есть победители. Скажу тогда правильный ответ с чистой совестью. Вокруг света за 80 дней Толстой рисовал иллюстрации для своих детей. А я не видела и даже не слышала. Хорошо рисовал. Ну, а нет, это было для домашнего обихода. Вот Пушкин рисовал, так рисовал, а Толстой что-то рисовал. Но самое интересное, что в это время Толстой... Есть такой миф, что Толстой, значит, жил как писатель в Ясной Поляне, и все дети смотрели на него «Папа писатель». А до определенного времени он не был для них писатель. Папа чем-то занимается, а писатель — это Жюль Верн. Вот по вечерам не собираюсь читать. Вот это писатель. Ну что там, там жена говорила, девушка там все что-то пишет про церковь. А папа чем-то там занимается. Вместо того, чтобы писать романы. Может, хозяйством занимается, может, он там деньги считает. Так, правильно, ответили на последний вопрос. Приходите на фестиваль «Красная площадь», 31 мая он начинается. Вы увидите там и Андрея Петрова, и Павла Басинского, и других авторов, о которых мы говорили сегодня об этих книгах. И перед тем, как прозвучит рубрика «Моя пешка», еще раз поздравлю ее с наградой, с премией «Книжный червь». Мы об этом говорили на следующий день буквально, но лишний раз Майе Лазаревну поздравляем. Спасибо, всего вам доброго. Продолжение следует...